Алексей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Прошел ровно год, как вы начали работу на посту главы Ленинского городского округа. Какие задачи перед вами, как перед главой нашего муниципалитета поставил губернатор? Как эти задачи решались и довольны ли вы результатом? — Справедливости ради главой я стану еще только через месяц, но действительно сегодня ровно год с той поры, как я вступил, как я люблю говорить, на благословенную видновскую землю. Ленинский округ, он, как и любой муниципалитет, расположен на МКАДе, он, во-первых, очень динамично развивающийся по вводу жилья. Мы находимся последние пять лет в тройке, никогда не выпадая, когда-то и лидировали, занимая твердое первое место. Во-вторых, люди очень имеют такую прямую возможность смотреть на Москву со всеми ее возможностями, сравнивать себя и, в общем-то, и сами хотят тянуться к этому уровню, заставляют нас тянуться к этому уровню. Ну а в-третьих, я не хочу сказать, что он разнородный, но он очень разбросан, несмотря на небольшую территорию. И человеку же всегда, в первую очередь, интересует он и то, что вращается вокруг него. Поэтому для себя я сразу понимал, что необходимо, знаете, какая-то такая сбалансированное развитие, потому что нельзя сказать, что мы сегодня делаем только здесь, вот, допустим, для шестого микрорайона, не замечая ничего другого. В этом смысле было не то, что там просто-непросто. Наверное, было понятно, но темп уже, который здесь был, он был достаточно высок, и большое количество наработок было. Вот важно было не просадить под темпы, в то же время понимать на ту перспективу, на которую мы работаем. Что касается сделанным, не сделанным, но, я думаю, мы сегодня в течение разговора нашего поговорим об этом, вот, в том числе о том, что предстоит еще сделать. Это и дороги, и дольщики, это нехватка социальных объектов, это вот навскид. Когда в продолжение этого, наверное, вопроса, у вас уже есть опыт, вы, кстати, вот отметили, что, наверное, каждый муниципалитет в Московской области имеет свою специфику, в том числе и Ленинский городской округ. Вы уже имеете опыт работы в других муниципалитетах, и, скажем так, каждое новое место работы для человека открывает в нем что-то новое. Но вот если не секрет, перейдя на это место работы для себя, внутри себя, открыли ли вы какие-то новые, может быть, навыки или, как сейчас модно говорить, скиллы? Ну, да. Да, однозначно, да. Знаете, если сравнить с предыдущими местами работы, у меня это третий муниципалитет, то это, конечно, несопоставимая колоссальная скорость происходящих процессов здесь. И, соответственно, если ты не будешь успевать, успевать меняться, успевать поддерживать эту дистанционную скорость, то ты не сможешь, как бы это ни звучало, ты не сможешь быть успешным и решать те или иные вопросы. А именно этим мы можем определять, получается, что-то не получается. Поэтому вот если отвечаю, что первое, что удивило, поразило именно с точки зрения не людей, а вот самого муниципалитета в целом, то это скорость и насыщенность происходящего на территории. То есть, соответственно, как бы большая скорость принятия решений? Ну, безусловно, и решений принятия, и тех мероприятий, которые надо проводить, каких-то встреч, переговоров, движение бумаг, да, потому что, ну, как вот чиновничая шутка, что бумага должна вылежаться, она в Ленинском, честно говоря, на жизнь права не имеет. Но, тем не менее, год был очень непростой. Какие слабые стороны работы вывел он в этот год? Год был действительно непростой. Год заставил всех отмобилизоваться до такой степени, что, может быть, мы и не ожидали, да, в целом. Это касается и Ленинского округа, Московской области, наверное, всей страны, а может быть, и даже дальше смотреть. При этом, несмотря на то, что, ну, порядка двух с половиной-трех месяцев вообще все, экономика, да, социальная сфера во многом была парализована, занятия были отменены, да, люди сидели по домам, более того, приходилось принимать какие-то колоссальные меры по соблюдению режима самоизоляции, потому что часто от этого зависела жизнь, а, ну, все-таки русский человек, он во многом бесшабашен, да, будем так, и пока лично не коснется, никто не хочет понимать уровень опасности. Мы, вот те планы, которые были намечены, которые, ну, мне уже пришлось озвучивать в начале года, в феврале, да, планы на 2020 год, знаете, они в большей степени, ну, процентов на 95 были выполнены, а то, что было, мы календарно не успели в году 20-м, доделывали или вот открывали, вводили в году в 21-м, понимая, что это все равно наработки труды 20-го года, у нас, получается, введен один проблемный объект, это 145 семей, которые имеют возможность получить свои ключи, ну, если так говорить, для каждого конкретного человека это счастье маленькое такое, но счастье, да, они дождались, два года за сроком они ждали, плюс ко всему сегодня открыта в первую очередь выезды в 6-й микрорайон, это тоже труды 20-го года, это тоже то, что и инвесторы, и подрядчики работали, и наши службы работали, и министерство профильное МТД работало, открываем сегодня, но это, конечно, победа 20-го года. Что можете сказать о команде, которая помогает вам решать текущие задачи, и, на ваш взгляд, такой может быть немножко личный вопрос, что для человека, который работает на муниципальной службе, на ваш взгляд, какие его личные качества должны быть приоритетными? Ну, я, наверное, начну с начала вашего вопроса, я неоднократно это говорил, иногда в шутку, иногда серьезно, я не верю в команду единомышленников, то есть мы все, как среди муниципалитетов, так и внутри, здесь, среди заместителей подразделений, вообще вся жизнь построена так, что мы существуем в системе ограниченных ресурсов, да, финансовых, временных каких-то, и то, что важно и интересно для одного заместителя, соответственно, в силу каких-то корпоративных предпочтений, может быть абсолютно неинтересно, но мы в самом начале разговора с вами говорили об сбалансированности развития муниципалитета, мы должны, условно говоря, всем сестрам раздать по серьгам, иногда сконцентрируясь на чем-то. Поэтому команда для меня, это, знаете, как у меня, есть две ипостаси команды, спортивная команда, например, футбольная, когда каждый выполняет свой маневр, там кто-то навешивает, кто-то забивает голы, вратарь должен голы отбивать, как поется в той песне, вот, и это вот в мирной жизни, это команда, это команда, мы, неважно даже, как мы друг к другу относимся, то есть мы можем даже ненавидеть друг друга, но если мы эффективно и выполняем в такой конструкции свою задачу, для меня это команда. Вот, и вторая команда, это команда, ну, кризисной ситуации, команда боевых действий, то есть это команда пиратского корабля, то есть тут мы можем быть вообще просто все негодяи, но если мы становимся с неприятелем борту-борту, то мы либо помереть должны, либо выиграть. Ну, вот в этом году кризисных, я не могу сказать, что были уж прям совсем-совсем кризисные, поэтому пока мы не пираты, мы просто играем в футбол, вот, а эффективность специалиста, исполнителя, заместителя, ну, любого, кто здесь работает, именно результативностью, то есть человек берет свою колею и вот должен ее вспахать, вскопать, как бы для того, чтобы на выходе получился, в общем-то, тот результат, который получается. Есть проблемы, которые, ну, как бы, исполнитель какого-то уровня не может решить, он должен пойти к вышестоящему начальству, но он должен прийти не просто поплакаться, у меня не получается, он должен прийти там с вариантами решения, один, два, три, развилка, там, а дальше выбирает, не справляется зам, приходит ко мне, нет, не справляюсь я, я иду дальше, но главное, чтобы все получалось, я могу привести пример, у нас долгожданная вот эта реконструкция дорожной сети внутри города, в том числе выезд на Калиновку, школьный, да, и два перекрестка, она только в этом году дважды вылетала из государственных программ, ну, по тем или иным причинам, ограниченность финансирования, мне дважды пришлось Игоря Борисовича Трескова подключать к этому министра транспорта, Василия Дмитриевича Гержика, но тем не менее, вы видите, что все это случилось, случилось в 20-м году. То есть есть некий такой условный, может быть, или конкретный KPI, просто на него смотришь, человек выполняет, этот человек достойный? Безусловно, и мне все равно, как он относится ко мне, этот человек, честно говоря, считает ли он меня там хорошим парнем, или считает он меня тираном, да, каким-то там, но если он выполняет свою задачу, то для меня это бесценный сотрудник. И тем не менее, какой главный успех этой команды был в прошлом году? Говорит, что что-то одно, это какой-то успех. Мы не дотянули один сад в зеленых аллеях, да, которые хотели дожать инвестора, к сожалению, не дотянули. Но тем не менее, школы были введены, все три школы были введены в 20-м году. Вот если проходить по каждой из отраслей в дорожной ситуации, повторюсь, детские школы, сады, поликлиника, вторая поликлиника в ремонте, и там в апреле будет закончена, мы строим планы, проектируем уже на год, на 21-22-й. Если перечислять, мост забрали железнодорожный, он вроде бы мелочь тоже, да, и не для каждого микрорайона. А я уже, наверное, лет 8 или 10 слышу о том, что есть эта проблема, даже просто проезжая транзитом мимо. Вот, наверное, то, что получилось сделать, то, что задумывалось, и плюс поиметь какие-то наработки на 21-й и уже даже на 22-й год, по тем же самым школам, а их надо, ну, реально по тысяче человек, по тысячу штук еще построить, вот для того, чтобы ситуация примерно выровнялась, да, понимаете, какое отставание. Вот это отставание надо сглаживать, понимая, что все равно новое строительство ведется, и вот нужно не просесть там и догнать вот это вот отставание. Мы уже упомянули выезд долгожданный из 6-го микрорайона, который, наверное, все жители Видного ждали с нетерпением. Мы упомянули важные развязки, реконструкция которых тоже прошла в прошлом году. Какие перспективы именно в дорожном строительстве нас ожидают в ближайшее время? У нас есть затянувшееся строительство выезда из микрорайона Зеленой Аллеи. Оно начато, оно ведется, два инвестора подтверждают свои обязательства, и сейчас, ну, в связи с погодными условиями, конечно, дороги зимой не строятся, мы так будем говорить объективно. Мы все-таки ждем, что май, май. То решение конструктивное, которое было, оно у меня, как у него профессионала, может быть, и вызывает некие вопросы, да, куда оно там будет пристыковываться, но, тем не менее, оно есть, это надо делать. Тем более, что деньги небюджетные, в любом случае это каким-то образом решит вопрос, люди не будут ехать в центр города, да, а будут сразу выезжать там на Дон, на МКАД. Плюс ко всему то, что я назвал проблемой номер один, это проблема Володарского шоссе. Если еще полгода назад я на честные вопросы жителей на приемах отвечал, что я пока не знаю вам сказать, что со сроками, то этот вопрос мы ставили неоднократно, мы, повторюсь, поднимаем его как вопрос номер один, вот это по масштабу, по масштабу бедствия, как бы то ни звучало, и по тем деньгам, которые нужно вложить для его решения. В настоящее время профильное министерство, а это область занимается этим вопросом, Андрей Юрьевич подтверждает Андрей Юрьевич о том, что во втором квартале 2021 года будет завершено проектирование, при этом проектирование самой части Володарского шоссе, оно уже случилось, но мы четко для себя понимаем и ставим вопрос, что одна Володарка, она ничего не решит. Важна состыковка, вот эта вот развязка, разъезда какой-то и реконструкция Каширского шоссе, причем в идеале даже не с развязкой с Володаркой, а с пристыковкой до Белокаменного шоссе, потому что вот если это случится, а в настоящее время в госпрограмме стоит 22-й год завершения строительно-монтажных работ, ну вот я буду считать, что это такая, спустя год-два, да, я вам скажу, какая главная победа вот случилась в этом периоде, поэтому будем смотреть так. В последнее время активно привлекаются жители к решению проблем, но как известно, сколько людей, столько и мнений. Не мешает ли это работе? Важно, как ты к этому относишься, в том числе я очень часто люблю приводить пример системы добродел. Когда она начиналась, она у чиновников всех уровней практически вызывала жутчайший антагонизм, потому что не житель теперь должен был бегать за тобой, а ты за жителем, да. Если пересмотреть свой подход к этому делу и всегда исходить из того, что человек обратился, он же не просто так, хотя есть, конечно, и такие профессиональные писатели, он обратился, потому что его что-то не устраивает. И включить логику от того, что мы не просто давайте человеку отписку, как это называется, ну или более грубым словом сказать, а решим вопрос. И тогда он второй раз по этому вопросу не будет писать, ты второй раз не будешь писать отписку, а вот посмотреть, что можно сделать сегодня, что можно сделать завтра. Точно так же и привлечение людей. У нас недавно случилась история, ну несколько месяцев назад, по Расторговскому парку. Объективно недоработали, да, там год назад надо было это все обсудить, принять какие-то решения и сделать то, что людям было бы приятно в пределах тех средств, которые были выделены. Потому что, повторюсь, денег всегда не хватает. И на встрече, когда мы собирались здесь у нас в администрации, много народу было, человек 50. В общем-то, я тогда озвучил о том, что делать что-то для того, чтобы это вызывало негатив, антагонизм, ну и преступление, тратить деньги. Поэтому, мне кажется, все равно будут несогласны, все равно будут недовольны. Но когда эта пропорция даже не то, что 51%, а когда, ну допустим, 80% говорят однозначно, что нам нравится, ну а 20% наверное да. Кому-то газон, кому-то парковка, да, кому-то поставьте лавку, кому-то поставьте детскую игровую площадку. Здесь шум, а здесь мы хотим, чтобы наши дети играли. Но это всегда компромисс. Вы являетесь председателем Совета муниципальных образований Московской области. Как удается сочетать эти две довольно сложные, я думаю, по работе должности? Мы в шутку между собой, между коллегами называем это профсоюзом глав. То есть, и для меня это не то, что, как вы говорите, там, как совмещать. Для меня на самом деле это удовольствие. Потому что в до ковидной истории это была лишняя возможность пообщаться с коллегами, собраться по тому или иному поводу и обменяться мнениями по той или иной проблематике. Тем более, что повестка всегда идет озвучена. То есть, ты можешь подготовиться, сформировать какую-то позицию. Это в хорошем смысле сумасшедшая площадка именно для обмена опытом. Приезжают главы умудренные, которые глубоко опытнее меня и имеют возможность рассказать. Приезжают главы сопоставимых территорий. Когда он о чем-то рассказывает о том, что у него было, ты понимаешь, что да, мы сейчас это проходим, а у него уже случилось. Мы можем то же самое чем-то поделиться, чем-то рассказать. Приезжают главы с территории, ну, вроде бы, кажется, расположенных дальше, но они решают какие-то вопросы за счет, знаете, как за счет смекалки. Не за счет ресурсов, там, денежно-финансов. За счет смекалки, там, выстраивая как-то работу. Вот поэтому всегда с удовольствием мы к этому относились. Как правило, площадка у нас была, территория на МОЗ Ублдуме, да, то есть можно было приехать, собраться, поделиться впечатлениями. Сейчас, вот, последний год стал и проще, и сложнее, потому что все происходит в режиме ВКС. Мы только один раз это очень узким кругом собирались очно, поэтому, да, заседания проводят. Мы экономим время на дорогу, да, как бы и лишены живого общения. Что касается тех вопросов, которые были решены, ну, наверное, первое, что приходит на ум сейчас, это большое количество дискуссий и практических наработок, которые прозвучали во время мусорной реформы. Вот когда случилась эта ситуация, ведь, несмотря на то, что были проблемы по территориям, очень много территорий было стабильных, абсолютно стабильных, и они не знали, что такая проблема. Там у кого-то свой полигон был, у кого-то своя муниципальная мусоровозящая компания. И вот где-то какие-то рецепты наработать, в том числе и для Министерства жилищно-коммунального хозяйства, вот в таком диалоге, вот это то, что первое пришло на ум, и это сработало, честно сработало. Много личного вопроса. Вы относитесь к поколению, юность которого пришлась на крушение Советского Союза. Многие ценности, которые нам тогда прививались, сейчас неактуальны. А вот лично вы сегодня по каким критериям оцениваете успешность человека в жизни? Ну, я бы все-таки в масштабе вечности говорил, что Советский Союз канул, пока я еще в детстве находился, да, если там 91-й год мы с вами будем считать точкой невозврата. Лучше, хуже было. Старшее поколение, конечно, в том числе мои родители говорят, что было лучше, чище как-то. Наверное, особенно смотря фильмы, мы там где-то и наше поколение романтизируют, да, то, что там происходило. То, что было добрее, наверное, да, то, что было более социальная, какая-то защищенность категории, да, наших граждан жизни и страны. Наверное, да. То, что сейчас большее время возможностей, тоже, наверное, да, мы так можем сказать. Как оценивать успешность? Тяжело. Тяжело сказать. Я видел разных людей, в том числе в разных территориях, где работал, да. Кто-то хочет заработать как можно больше денег и готов три часа тратить в один конец на дорогу. А кто-то говорит, нет, вот есть определенная сумма денег, я не хочу больше, там, пятидесяти минут от дома, потому что, опять-таки, там, если мама с детьми, она, конечно, хочет одного, там, тишины, спокойствия. Люди помоложе, они готовы рваться. Знаете, как, человек должен найти себя в жизни, и человек должен быть, ну, счастлив, как бы я так не сказал, с каким-то таким миром в душе. Вот если этот мир будет, то, значит, наверное, он себя нашел в этой жизни, и он успешен. Вы считаете, нынешняя молодежь, она более активна, более пассивна именно в политическом, социальном смысле? И каким образом, может быть, даже вы лично выстраиваете отношения с молодежными, может быть, организациями Ленинского городского округа? – Тоже вопрос неоднозначный. Жизнь наша современная со всеми этими коммуникаторами, соцсетями, телефонами, мобильными. То есть, если раньше интернет, вначале, вы тоже вспомните, это было, ну, во-первых, скорость была там такая, что, вот, то сейчас интернет в любом смартфоне, да, причем, если ты там находишься в Ленинском округе, то почти везде он летает, да, этот интернет, вот, в планшете, пожалуйста. Конечно, это дает большую информированность, и ребенок даже не созревает, он получает большее количество информации, способен, не способен его ум переварить там в определенном возрасте. Это вопрос где-то к родителям, где-то к органам нашего образования, да, которые должны сопровождать этот процесс. Работа ведется, ну, вот, за этот год, наверное, раза четыре встречался именно в таком выкрупненном формате, когда мальчишки и девчонки могут задать вопросы, то есть, причем, это же племя такое молодое, дерзкое, да, оно, ему можешь раздать записки, а они все равно зададут так, как они себе это видят. Ну, вот, это хорошо, это хорошо, что в них это есть. Вот, то, что работу нужно более форматировать, что ли, с этим я признаюсь, да, не совсем мы в этом направлении дотягиваем, претензии Комитет по культуре, вот, делам молодежи, они отменяют, узнают. По поводу молодежного центра, ну, я считаю, что его все-таки на базе «Искры» надо делать и отдавать больше именно молодежь как площадку, как возможность для реализации, для каких-то дискуссий, да, проведения собраний. К сожалению, к огромному банально истинно мы ограничены с точки зрения массовых мероприятий именно пандемической ситуации, но жизнь не останавливается, и поэтому вот этот вот контакт у нас есть, причем у нас есть молодая гвардия «Единая Россия», мы можем как угодно к этому относиться, но это такое хорошее ядро, это актив, актив ребят, которые, знаете, как когда-то комсомол, сплочены идеей, да, получается, там есть еще идеология. Вот есть ребята, которые просто хотят двигаться в том или ином направлении, кто-то в спорте, кто-то в каких-то там, в искусстве, еще в чем-то. Мне очень порадовало награждение как раз в спорте, в искусстве и в творчестве, да, когда мы премии. Ну, совершенно светлые ребята, и причем среди них есть тот, кто уже стоит, готовится к переходу там в институт, а есть же, ну, совершенно маленькие там они по пояс с ростом, что называется, это значит, вообще у них еще несколько лет, хороших лет впереди здесь, в Ленинском, они еще будут нас прославлять. Работа на посту главы – это всегда множество встреч. Вот вам какая встреча за год особенно запомнилась? Отмечу первую свою встречу, такую более-менее публичную. Это мы дарили подарки, ну, честовать, наверное, неправильно будет сказать, отмечали, это жители блокадного Ленинграда в Совете ветеранов. И почему отмечу именно тогда от Бойкова Сергея Сергеевича, да, и вот тех, кто был там, прозвучала идея строительства вот этой стены памяти. Она тогда еще не была сформирована вот как образ, да, это была просто идея. Но тогда это прозвучало, мы взяли работу, да, набросали эскизы, как-то проговорили, и для меня вот это первая встреча, и сам монумент этот, стена памяти – это образец того, как можно проговорить. Вот вы говорите, что люди, да, проговорили, обсудили, было несколько вариантов. И я не слышал ни одного недовольного, или хотя бы кто-то сказал, что что-то сделано не так, да. То есть вот даже когда выходили, смотрели, подходят, дети бегают, что-то читают, кто-то там показывает, вот это твой прадедушка, там я видел, там малыш совсем маленький стоит. Вот пусть будет такой ответ. В газете «Видновские вести», которую представляет моя коллега, исполняется 90 лет. В прошлом году телекомпания «Видное ТВ» отмечала 25-летие. Спасибо, что вы пришли, сказали теплые слова. Вопрос, наверное, будет такой, и не для того, чтобы услышать на самом деле какие-то добрые и мягкие слова. Но действительно ли местные СМИ помогают вам в работе? Или все-таки, может быть, есть какие-то пожелания? Пожелания всегда есть. Если хотите, то за пределами нашей сегодняшней встречи мы их обсудим. Безусловно, помогают. Безусловно, помогают. У местных СМИ есть три ипостаси. Это печатные СМИ, это телевидение. И сейчас уже интернет, без этого мы никуда не денемся. Это продолжение друг друга. Никуда мы тоже от этого не денемся. И то поколение, которое с удовольствием берет газету, вот мы же про нее сейчас говорим, именно печатную, оно есть, оно с нами. У меня лежит там номер последний, поэтому я его сегодня вечером обязательно пролистаю, просмотрю, что оно как там есть. Я думаю, что таких людей десятки тысяч. И это то, как будет подано, то, что вы донесете эту информацию. Я повторюсь, человек в нынешнем ритме, он, может быть, и не способен уловить все, что происходит на территории, особенно если это не происходит под носом в его микрорайоне, где он живет. А рассказать о том, что это случилось, а мы когда готовились к концу года, вот именно сделали в таком варианте, взяли карту округа и точечно посадили новые объекты, построенные там, случившиеся дворы какие-то. Вот, получилась довольно-таки плотная картинка, как бы, и вроде бы кажется, там что-то происходит периодически, а вот когда сводишь все это, ну, вроде бы что-то и сделали. Есть электронные версии газеты, это на будущее. Алексей Петрович, цель придает смысл всему, что мы делаем. Какие основные цели ставит перед всеми нами наступивший уже год? Ну, во-первых, хоть и не Новый год, но хочется пожелать, чтобы мы все не болели, были здоровы, и вот этот катаклизм эпидемиологический, который с нами случился, он обошел нас стороной, потому что это позволит в том числе сэкономить огромное количество времени, не отвлекаясь на эту историю и направив ее на созидание. Что касается конкретных целей, таких, по которым можно будет поставить отметки зарубки, что да, я это сделал, что-то мы с вами уже коснулись, да, того, что нужно сделать. Вот, повторюсь, начиная от Володарского шоссе, продолжая всеми социальными объектами, для каждой территории цель своя. Где-то дорогу закатать, где-то поставить детскую площадку, где-то скважина с водой, где-то не хватает школ, и можно продолжать бесконечно. Вот, если мы поставим эти задачи, а мы, когда будем делать отчеты, я в любом случае, это уже много лет так происходит, ставлю минимум 20 задач на следующий год, самые главные, которые мы для себя видим. Это не просто, потому что люди получают перед собой ориентир и обязательно тебе вспомнят через год это, но, с другой стороны, это просто, потому что ты понимаешь, в каком направлении надо идти. Вот, я думаю, что до отчета где-то порядка месяца мы себе еще раз сформулируем, уточним задачу, что-то, может быть, уже удастся сделать за ближайшее время. Ну что ж, а мы с нетерпением будем ждать этого отчета, думаю, не только мы, но и все жители Ленинского городского округа. Алексей Петрович, спасибо, что согласились на встречу и хорошего вам дня. Благодарю вас. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Не болеть. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»